Региональное правительство посодействовало в получении тюменцами компенсации за недостроенное жилье. О каких суммах идет речь и что на них можно приобрести, выяснял Владимир Поротников. Он встретился с одним из обманутых дольщиков, который уже успел распорядиться деньгами. Есть такая пословица, значит, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это сложно принять, но Николай Хакимов искренне благодарит судьбу, наградившую его статусом обманутый дольщик. Квартиру под облаками в новом микрорайоне с развитой инфраструктурой он смог купить на компенсацию за причиненный ущерб. Получить 50 тысяч за квадратный метр недостроенной двушки помогло правительство области. Ну лучше, значит, мы считаем, уже не может быть и сама квартира, значит, здесь кухня 25 квадратных метров, значит, это не в каждой такой, значит, серьезной квартире есть. И недалеко от места, значит, где мы проживаем. Ему бы забыть о прошлых душевных страданиях, но коллеги, по несчастью, не позволяют. Нет-нет, да и спросят советы, как быть. Согласиться, как Николай Хакимов, на компенсацию или все-таки дождаться обещанной континентом квартиры. Как-никак, самый центр города, а недвижимость там не из дешевых. Я им всем рекомендовал. Я говорю, значит, вам дают, берите немедленно и решайте свою проблему. То, как может, в каком районе, где уж, как получится, значит, как Бог поможет, значит, какие средства, чтобы ищите, значит. Строитель со стажем, когда-то он возводил крупнейшую на Ямале газотурбинную электростанцию, уверен, дом на пересечении Герцена и Камышинской вряд ли когда-нибудь будет достроен. Слишком уж много допущено нарушений при его возведении. И это не домыслы, а результаты экспертизы. Ее по просьбе дольщиков проводила одна независимая, но очень уважаемая в стране компания. Несущая способность кирпичной кладки отдельных участков наружных и внутренних стен недостаточно для восприятия действующих нагрузок. Осадки продолжаются. Это уже неоспоримый факт. Нагрузку на стены и фундамент, нарушив проектные требования, застройщики увеличили намеренно. Дополнительные этажи, включая 12-й, где Николай купил квартиру, должны были с лихвой окупить все вложения. Но что-то пошло не так. В чем особенность русского человека? Это не Европа. Он не придет, не поспросит, не изучит, он заплатит деньги, а потом начинает бегать, значит, эти проблемы, значит, уже решать. Огромный дом из нескольких секций. Здесь рассчитывали поселиться примерно 300 семей. Сегодня желающих меньше. Значительная часть обманутых дольщиков решила все-таки принять помощь региона. Владимир Поротников, Евгений Проскуряков. Тюменское время.